МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Время платить по счетам. Житель города из-за долгов лишился автомобиля. Лучший по профессии на объектах ноябрьских сегазов прошел итоговый конкурс профмастерства среди рабочих профессий блока разведки и добычи компаний «Газпромнефть». Брызги грязи, рев моторов и адреналин. В ноябрьске состоялся заключительный этап Кубка России по мотокроссу. Возмутительная наглость. В ночь с субботы на воскресенье в дом одной из жительниц города врез грабитель. Причем присутствие хозяйки и ее гостей его нисколько не смутило. Проникнув в квартиру через окно, вор успел. Прихватить ноутбук был таков. Я услышала шум. Думала, кот там что-то прокинул. Захожу в комнату и смотрю, что нет ноутбука. И зарядное устройство от ноутбука до окна протянуто. Я выглянула в окно, смотрю, бежит молодой человек. Хватило наглости залезть, когда в доме кто-то находится. Потом в воскресенье, где-то в 12-м часу, мне уже позвонили, сказали, что его нашли. А 25 августа, с третьей бела дня, все тот же лазучик, но уже с сообщником, показал новые грани своего таланта. На остановочном комплексе по улице Муравленко они в открытую напали на жителя города, избили его, забрали 2000 рублей и сотовый телефон. Следственным отделом возбуждено два уголовных дела. Сотрудниками полиции по горячим следам были установлены подозреваемые в совершении квартирной кражи и грабежа. Ими оказались двое жителей города Ялутровска, 1987 года рождения. Одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, второму заключение под стражу. Похищенное имущество частично изъято. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. А ноябрьский должник лишился автомобиля в отделе судебных приставов города находилось исполнительное производство взыскания и компенсации морального вреда сразу нескольким людям на сумму более 3 миллионов 200 тысяч рублей. Должник в установленные сроки добровольно деньги не выплатил. Однако у него в собственности находился автомобиль Toyota Land Cruiser. Его-то приставы и подвергли аресту. Согласно оценке специалистов, стоимость автомобиля 1 миллион 200 тысяч. Транспортное средство было выставлено на торги, где его продали за 1 миллион 300 тысяч рублей. А все вырученные деньги перечислили взыскателям. С 1 августа повысилась трудовая пенсия у 14 миллионов работающих пенсионеров России. И сегодня уже можно назвать конкретные цифры разницы в разрезе региональном. Итак, средний размер прибавки составил от 122 до 263 рублей в зависимости от сумм страховых взносов, уплаченных за пенсионеров. Средняя ежемесячная прибавка к трудовой пенсии в результате корректировки составила 172 рубля. Причем корректировка пенсии носила беззаявительный характер. Работающим пенсионерам не надо было приходить в территориальные органы пенсионного фонда для перерасчета. Это произошло автоматически. Однако, если человек изъявит желание произвести перерасчет страховой части трудовой пенсии с другой даты, не с 1 августа, то он должен подать соответствующие заявления в пенсионный фонд. Здесь уместно сказать, что сегодня прожиточный минимум на Ямале составляет 11 873 рубля на душу населения, для трудоспособного населения – 12 314 рублей, для пенсионеров – 9 317 рублей, для детей – 11 469 рублей. Правительство округа сообщает, что величина прожиточного минимума в Ямало-Ненинском автономном округе существенно выше, нежели в среднем по России. Добавлю, с 1 января 2013 года вступила в силу новая методика расчета потребительской корзины, которая будет действовать до 2018 года. Теперь в нее включены продукты питания, которые составляют около 50% ее стоимости. Во вторую группу включены непродовольственные товары – одежда, обувь, головные уборы, белье, лекарства. Третья группа потребительской корзины состоит из услуг – коммунальные услуги, расходы на транспорт, культурные мероприятия и прочее. Российским выпускникам, возможно, предоставят выбор. В Госдуму внесен документ, согласно которому процедуры ГИА и ЕГЭ школьники будут сдавать по желанию. По словам авторов законопроекта, сдача этих экзаменов является достаточно сильным стрессом. Известны даже случаи суицидов среди выпускников школ из-за получения неудовлетворительных результатов. Поэтому, если ученик не хочет сдавать экзамен в такой форме, итоговую аттестацию он пройдет в форме выпускных экзаменов. Кроме того, разработчики документов предложили сделать обязательными для сдачи не только русский и математику, но и литературу и ряд других предметов. Почему не сработали ливневые канализации 5 августа? Ни для кого не секрет, что так называемые ливневки ремонтируют и чистят в Ноябрьске каждую весну. На это тратятся деньги, да и немалые. Однако недавний ливень, который обрушился на город, заставил людей задуматься над вопросом, а есть ли они вообще? И чего ждать, если вдруг неожиданно в Ноябрьске накроет уже теперь не аномальный дождь, а аномальный снег? Что касается ливневых канализаций, которых вы сегодня говорите, что они не сработали, дело в том, что то количество осадков, которое выпало, безусловно, не предусмотрено под объем ливневых канализаций, которые у нас устроены на улице Мира и на других улицах. Полную версию ответа на этот и много других вопросов вы увидите в актуальном интервью с Жанной Белотской в ближайшие выходные. Следите за эфиром. Темы, которые мы обсудили с главой администрации города, сегодня в нашей студии актуальны и интересны. А у депутатов городской думы закончились каникулы. Сегодня они собрались впервые после летнего перерыва на заседание постоянных депутатских комиссий. Отмечу, в ходе осенней сессии народным избранникам предстоит рассмотреть ряд важных для жизни города вопросов. Одним из ключевых будет, конечно, исполнение бюджета. Ну а на ближайшем заседании в канун празднования Дня города депутатам придется традиционно решить вопрос о присвоении звания почетный гражданин Ноябрьска. Местные предприниматели могут получить финансовую поддержку от администрации муниципалитетом. В городе стартовала заявочная кампания на получение грантов, которая продолжится до 16 сентября. Субъекты малого и среднего бизнеса могут получить помощь в уплате процентов по кредитам, первого взноса при лизинге оборудования или компенсации затрат, связанных с внедрением энергосберегающих технологий. Кроме того, предприниматели могут рассчитывать и на гранты для реализации инновационных проектов. Заявки принимает в администрации города кабинет 307. На нефтедобывающих объектах «Газпромнефть.Ноябрьснефтегаза» прошел итоговый конкурс профмастерства среди рабочих профессий блока разведки и добычи компаний «Газпромнефть». 69 участников, которые представили 9 дочерних предприятий из России и впервые из Сербии, в течение двух дней боролись за победу. За соревнованием лучших из лучших наблюдала и наша съемочная группа. На торжественном открытии участников познакомили с условиями проведения конкурса. Пожелали удачи и отметили, что главная цель мероприятия – обмен опытом и дальнейшее сплочение коллектива «Газпромнефти». Для компании «Газпромнефть» это соревнование как бы дает прежде всего обмен опытом, это сплочение коллектива. Это как возможность карьерного роста, это обмен опытом, это развитие самого себя и развитие в том числе компании «Газпромнефть». А Ноябрьскнефтегаз сделал все, чтобы конкурс прошел на высшем уровне. То, что статус международного конкурса, который придали сегодня этому мероприятию и поручили провести в Ноябрьскнефтегазе, я считаю это почетно. Я считаю, что наши все организаторы, которые участвовали в этом процессе, справились с оценкой отлично. Вчера ездил, проверял объекты, просто было приятно смотреть. В первый день соревнований все участники прошли теоретическую часть конкурса, напоминавшую экзамены ЕГЭ, запечатанный конверт, сложные вопросы и несколько вариантов ответов. Необходимо не только найти правильный вариант, но и постараться показать как можно лучшее время. Первый этап конкурса, теоретически, вчера было вскрытие конвертов. Ребята достойно, быстро, четко отвечали на поставленные вопросы. В их присутствии был, конечно, вскрыт конверт, они получили билеты, справились быстро, достойно справились. Следующий этап практически. На спорожевском месторождении для всех шести профессий были подготовлены свои задания. Очередность выступления определялась жеребием. И это тоже очень важно, поскольку здесь существуют свои нюансы. Первому выступать сложно, так как первому надо прогонять все гайки, шпильки, доставать сальниковую набивку заводскую. Она, как правило, прикипевшая, и на это ушло очень много времени. Ну, в целом, все получилось, но немножко не хватило времени. С каждым годом конкурс «Лучше по профессии» развивается, усложняются задания, расширяется список профессий. Например, в этом году в нем впервые участвуют электрогазосварщики и слесари-ремонтники. Кроме того, нынче соревнования приобрели статус международных. В конкурсе приняли участие представители сербской компании «НИС». Операторам по добыче нефти и газа с Балкан было несколько сложнее, чем остальным, потому что уж сильно отличаются их месторождения от наших российских. НИСУ СЛИЧНО, МНОГО, ОВДЕ ВЕЩА ПРОИЗВОДНЯ, ВЕЩА, АЛИ, САМА ЭКСПЛОТАЦИЯ ДРУГАЧЕ, НА МОМ НАФТНОМ ПОЛЮ, Е ДОСТА ГУСТА ПРАФИНСКА НАФТА, И ДОСТА ТЕЖА ЭКСПЛОТАЦИЯ. СЕМЕДСКА НА МОЭС ПРОИЗОДНЯ. ПОТЕМУ, ОЗСИ МНОГО ДРУГАЧЕ, НА МОЭССПЛОТАЦИЯ ДРУГАЧЕ, НА МОЭСПЛОТАЦИЯ ДЛЯ НЕЖЕЛЕНИХ СИТУАЦИЯ. СТОМУ ЧТО У ВАС ОБЮМИ НА МОГОБОЛЬШЕ, А У НАС, НАПРИМЕР, НО МОЭССПЛОТНО НА МОЭССПЛОЖЕНИЕ, КОТОРМ Я РАБОТАЮ, Там в нефти много парафина, поэтому используем разные методы для упрощения, облегчения добычи и так далее. В принципе, сваку поле другачие. На каждом изверждений у нас, например, все отличается. В каждой профессии, будь то оператор товарный, машинист технологических насосов или оператор обезвоживающей и обессоливающей установки, борьба идет очень напряженная. Это видно и по лицам конкурсантов. Серьезные, вдумчивые, собранные. Но вот конкурсные задания выполнены. Баллы подсчитаны и наступает торжественная минута награждения. Выясняется, что хозяева, безусловно, лучшие. В трех из шести номинаций победу одержали представители «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза» и «Газпромнефть» «Муравленко». Я пока ничего не чувствую, потому что я не думал, что выиграю. Это нужно осознать. Может, завтра с утра вы меня спросите, сегодня я не знаю. Победа далась нелегко. Были все на высоком уровне. И я очень рад этому, что мне удалось победить. Все участники получают призы, а победители – заслуженные награды. Скоро они разъедутся по своим предприятиям и привезут домой неоценимый опыт и знания. А еще твердую уверенность, что они – одна команда. Потому что… Вместе мы «Газпромнефть»! Татьяна Заозерная, Артур Кабаневский, Григорий Куроптев. Новости нашего города. Ну а завершит выпуск блок спортивных новостей. В минувшие выходные в Ноябрьске прошли заключительные этапы Кубка России по мотокроссу и Кубка среди ветеранов мотоциклетного спорта. Борьба за медали велась как в командном, так и в личном зачетах. И порой соперников разделяли всего несколько очков. Слово сказать, Ноябрьск уже в юбилейный 15-й раз принимал общероссийские соревнования. Круглая дата впервые была отмечена залпами салюта. А участников гонки приветствовала глава администрации Ноябрьска. Стала доброй, хорошей традицией на территории нашей гостеприимной земли встречать гостей. И география участников с каждым годом все больше и больше пополняется хорошими спортсменами. Спортсменами, у которых действительно есть чему поучиться, есть к чему перенять опыт, есть кому перенять опыт. И действительно насладиться этим интересным зрелищем – мотокроссом. После предыдущих этапов дружина «Газпромнефти» занимала четвертое место и отставала от Каменск-Уральска на 35 очков. Отрыв для мотоспорта очень большой. Вот в личном зачете ноябрьцам было за что сражаться. Настроение, конечно, хорошее. Ждем удачи, ждем побед нашей команды. Конечно, у нас есть некоторые изменения в составе команд. Молодежь подрастает. К сожалению, наши лидеры среди ветеранов в этом году не выступают. Будут определенные потери, конечно, в очках командных. Но надежда на победу всегда остается. В классе мотоциклов до 65 кубических сантиметров наши Астап Столяров и Анатолий Макрушин поднимаются на пьедестал почета. Затем в классе до 85 кубов Николай Тягин финиширует третьим, а Михаил Холодов – вторым. Отрыв от третьего места значительно сокращается. Это радует, как и то, что на трибунах в очередной раз рекордное количество зрителей. Красиво. Страшно. Да. Местами страшно. Особенно, чтобы не упали. Да. Вообще, безумно страшно. Особенно, если знакомые прямо. Конечно, красиво, зрелищно. Ну, приятно посмотреть. И тем более погода такая хорошая. Сын, да, сын уже мотоцикл просит. Гонка тем временем продолжается. Представители команд, расположившись вдоль трассы, гонят своих воспитанников к финишу. По результатам третьего этапа команда «Ноябрьска» поднялась на третью ступень пьедестала. Лишь на очко, опередив Каменск-Уральск. В общем, зачете мы так и остались на четвертом месте. Это тоже хорошее четвертое место. Конечно, мы боролись, боролись. Ну, есть череда таких, можно сказать, неудач была. Где-то присутствовало у нас спортивное везение, где-то не присутствовало. Но я еще раз хочу сказать, что команда боеспособная, трудолюбивая, многообещающая. Ну, а победу в Кубке России в первый раз в своей истории одержали представители Нового Уренгоя, приобретя в межсезонье гонщиков очень высокого уровня. «Ноябрьск» растит своих, маленьких звездочек. И многие из них уже регулярно попадают в призы. А значит, в следующем сезоне мы вправе надеяться на российские медали. Кирилл Мигель, Артур Кабаневский и Григорий Куропцев. Новости нашего города. На сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Тверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 28 августа в Салехарде дождь. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Температура плюс 8 градусов. В Муравленко-Облачный ветер западный до 3 метров в секунду. Температура 10 градусов тепла. В нашем городе без осадков ветер западный до 3 метров в секунду. Температура плюс 10 градусов.